Окей, так у нас наступил месяц Эллу, и мы знаем, что месяц Эллу это месяц подготовки к следующему году, на самом деле время хэшбэнседек отчета, когда мы пытаемся исправить и доделать все недоделанное за прошедший год и подготовиться к следующему году. На самом деле каждый день этого месяца имеет совершенно необыкновенную особенность, потому что каждый день месяца Эллу имеет такую силу, которая в состоянии исправить день всех месяцев, то есть сегодня у нас наступает третья Эллу, да, и этот день имеет силу исправить третье число любого месяца в прошлом году, и имеет силу сделать нам уже заранее хорошее третье число любого месяца в следующем году. И так получается мы с вами как бы в течение этих 30 дней месяца Эллу мы можем, мы имеем такую необыкновенную силу исправить любой момент в нашей жизни за прошлый год и сделать нам уже следующий год, весь месяц Эллу, с первого Эллу до последнего дня. Да, все дни месяца имеют эту силу, то есть это сконцентрированное время. У нас иногда Всевышний делает такие моменты, когда время сконцентрированное, как вот Рошхойдыш, который включает в себя весь месяц, и поэтому как мы проведем Рошхойдыш точно так же и пройдет месяц. Мы направляем, мы никогда не знали, что есть у нас такая сила, нам казалось, что ну вот как идет, так идет, оказывается, есть в наших руках эта необыкновенная сила, Всевышний дал нам эту возможность. То есть месяц Эллу, он в себя вставляет два года. Прошлый год у нас есть сила исправить прошлое, и будущий год у нас есть сила заранее себе сделать год так, как мы хотим. Все зависит только от наших усилий, и об этом идет речь. Для того, чтобы нас правильно настроить, каким образом же мы делаем хэшбэнцедэк, отчет души. И чу, это месяц чу и раскаяния, потому что благодаря именно чу, мы имеем эту возможность исправить наше прошлое и изменить наше будущее. И это, конечно же, связано с нашей главой, потому что мы должны жить много со временем, парше с шифтем, которая начинается с первой фразы этой главы. Шифтем шотрем титон лхобиша ореха, что и поставьте судей насмотрщиков во все врата ваши. И это очень сильно соответствует, как раз и связано очень сильно с месяцем Эллу, то, что мы сказали, что это месяц отчета и месяц дшувы, это исправление и подготовка к следующему году. Каким образом это связано? Потому что в этом и состоит вся идея, что судьи, судья, который выводит закон, это имеется в виду Тора. Надсмотрщики, которые на деле должны проследить, чтобы то, что сказал судья, выполнено, это намекается на заповеди, это наше действие на деле. И так у нас есть теория и практика. Это Тора и митцвес. Теория Тора, как мы учим, как нам надо поступать. А митцвес, заповеди, на деле, как мы в жизни это можем выполнять и выполняем. И что значит надо поставить во все врата наши. Мы говорим, мы рассказываем миру про себя. И 100% мы нюхаем. И это имеется в виду, что значит поставить судей, надсмотрщиков, все врата наши, что мы должны назначить над собой какую-то силу, которая будет проверять все, что входит и все, что выходит. Потому что не каждую вещь, которую мы видим, мы должны смотреть на это. Не каждую вещь 100%, не каждую вещь, которую мы слышим, мы должны прислушаться к этому и впустить в себя. Вы умеете? Мы все, я думаю, умеем отключаться и не впускать то, что не нужно. Правильно? Иногда вот, например, дети с нами разговаривают, а мы чем-то заняты. И мы не впускаем в себя то, что они говорят. Мы можем это использовать, только не в этом случае, а наоборот. В те моменты, когда нежелательные плохие вещи, кто-то вам рассказывает что-то про какого-то человека, даже если это правда. А какой смысл услышать, впустить это вовнутрь и настроить себя негативно к этому человеку, не имеет совершенно никакого смысла. Мы можем совершенно спокойно сказать, что это не информация для города моего. Мой город не хочет эту ерунду. Любой негатив, который мы впускаем, он работает, он как реакция внутри тела нашего. И разрушает нас. Мы никого другого не разрушаем. Себя мы разрушаем. То же самое, как мы очень осторожны, что мы кушаем. В смысле, что мы кушаем даже не кашута, а просто. Мы не хотим какой-то яд впускать в свое тело, зная, что это каким-то образом начинает процесс разрушения. Точно так же есть духовный яд. Есть информация, которая нас разрушает. И то же самое глаза. Есть вещи, которые мы видим, говорится, это так влияет на мозг человека, что его разум совершенно другой после того, как он это увидел. И это невозможно изменить и исправить. Это все влияет на нашу душу, на нашу душу. Не зря говорится, что маленький ребенок, мы осторожны, что он смотрит. Мы специально хотим его окружить правильными, кошерными вещами. Потому что они дети, маленькие, совсем дети, они гораздо более чувствительные. И у них нет никакого фильтра. То есть все, что они видят, они воспринимают всем своим существом. Потому что они учатся, хотят узнать, понять мир. Они учатся из этого мира. И поэтому мы стараемся их оградить, чтобы они не увидели в самые первые дни года жизни своей что-то нежелательное. Так вот, хорошие новости. Мы точно так же должны позаботиться о себе и попытаться оградить не все, что мы видим, не все, что мы слышим, мы должны впускать в себя. И точно так же, не все, что нам пришло в голову, сразу же нужно, чтобы это вышло наружу. И как это очень часто бывает, там, например, бываешь, ты расстроишься, да, и самый классный момент взять, выйти, уйти от этой ситуации. Не надо обязательно сейчас все это выложить или мужу, или детям, потому что это совершенно никак не помогает. Самое обидное, что это не помогает. Если бы помогало бы, ну давайте. Но это не только не приносит исправления, это еще портит. И поэтому вот это вот вся идея нашей головы, шуифтим. Поставить судей во все ворота наши, что мы нюхаем, что мы кушаем, что мы говорим, что мы видим, что мы слышим. И быть начеку, быть под контролем. Мы можем контролировать эти вещи. Может быть, нас никогда в жизни этому не учили, или, может быть, учили, но не так, как требуется учить. Но есть у нас такая сила, есть необыкновенная. Все, что требуется от нас, это назначить силу нашему душу, чтобы она контролировала. Когда мы себя запрограммируем и скажем, что вот прежде, что я что-то слышу или вижу, должно пройти контроль. Знаете, как на границе. Каждый должен пройти контроль. Они могут просто так войти в страну. Вот точно так же, это наша страна. И этот мир, он снаружи. Не всякая вещь, которая хочет войти, мы даем разрешение войти. И не всякая вещь, которая хочет выйти, мы можем позволить выйти. Мы должны разобраться и понять. И если мы просто сделаем в себе такой вот настрой, что мы контролируем, что входит и что выходит, это работает, работает. И мы каждый раз задаем вопрос, а мне надо это посмотреть? А мне надо это услышать? И когда у нас есть этот вопрос, у нас есть, мы в контроле, мы под контролем. Окей, и каким образом это связано с месяцем Эллу? Потому что в этом в основном весь отчет. Каким образом нам удалось за весь этот год прошедший контролировать себя в этом аспекте? Все ли мы впускали в себя? И был ли контроль, когда мы общались с этим миром? И все наши эмоции, и наши слова, и наша информация выходила? Задуматься над этим и понять, в конце концов, каким образом мы можем это сделать в следующем году лучше. Мы не хотим проверить и сказать себе, что как я сделала работу, плохо или хорошо. Мы хотим только разобраться, как сделать это еще лучше. Потому что как бы хорошо бы ни было, это знаете, как люди, которые работают в бизнесе над техникой, например, вот над телефонами, например. Вы прекрасно знаете, как они работают. Каждый год они выпускают новую марку телефона. Что это значит? Это значит, что... И это совсем не значит, что они там в депрессии убиваются и считают, что продукция, которую они выпускают, плохая. Ну, очень хорошая продукция. И они ее продаются за сумасшедшие деньги. И все равно огромнейшее количество желающих больше, чем продукция, которая у них есть. А почему же они каждый раз это усовершенствуют? Потому что они таким образом делают больший ажиотаж. Каким образом они это делают? В этой продукции. Как можно сделать это еще лучше? Вот этот наш хэшбэнседэк. Как мы сделаем следующий год лучше, чем год, который у нас с вами прошел? И это в начале главы идет речь про это. А в конце главы идет речь про очень интересный закон, который хэшбэн нам дал. Если так произошло, если что, в поле нашли, не дай бог, труп. Нашли мертвого человека. Его кто-то убил. В поле. То есть никто не видел, никто не знает, что произошло. А тем не менее, все города, которые вокруг этого поля, они имеют какое-то отношение с этим убийством. И вина падает на них. То есть Всевышний сердится на всех вокруг, которые живут рядом, что каким-то образом, почему они не смогли защитить этого человека. И этот человек оказался один-одинешенник в поле и попал в такую жуткую ситуацию, что он погиб. И чтобы гнев Всевышнего не упал на все близлежащие города, которые вокруг этого поля, есть такая специальная процессия, когда все судьи и раввины, лидеры еврейские, выходят в поле. Они измеряют это место преступления. И каждый город, расстояние к каждому городу. И тот город, который ближе всего находится, он прежде всего виноват к этой трагедии. И они говорят целую молитву. Они приносят жертвоприношение. А теленка, которому они ломают затылок, и это вся процессия для того, чтобы сказать, что глаза наши не видели, что происходило. Руки наши не проливали эту кровь. И поэтому будет искуплен еврейский народ. И таким образом все получают Капуру. Так что Всевышний не будет наказывать тех людей, которые были как бы рядом и не смогли предупредить это преступление. Типа мы говорим, что мы исследовали, и мы не виноваты, мы не сделали этого преступления. Понятно, что это имеет очень глубокий духовный смысл, потому что что такое преступление? Что за пролитие крови, о котором идет речь? Это идет речь про пролитие крови из-за греха, когда кровь святого человека проливается кровью человека и клипы. У нас два человека внутри. Мы состоим из двух. Мы знали всегда, что еврейский народ, он очень комплокейтед, очень сложный и непростой. И у нас постоянно это внутренняя борьба. Откуда она происходит? Что мы состоим из двух. У нас есть человек святости, наша божественная душа. У нас есть человек клипы, это наша животная душа и циргора. И когда происходит грех, это значит, что наша циргора дала хороший удар нашей божественной душе, и она проливает кровь. Ей очень больно, и она теряет силы, и она теряет жизнь. И в конце концов, какой исход из всей этой ситуации? Венис Капорлахэм, что и вы искуплены, Всевышний говорит, что приходит Капора, приходит искупление. Не только, что можно вернуть назад жизнь и исправить эту боль, которую мы причинили нашим и шоми, но происходит еще большое поднятие. Капора, что мы становимся такие же любимые и такие же желанные перед Всевышним, как мы были до этого греха, если даже не более любимые, не более желанные. И тут Рэби задает вопрос, что как это работает? То есть, как бы, как это происходит? Всевышний нам дал определенные законы, нам дал Тору и заповеди, которым мы должны следовать, которым мы должны соблюдать. И если ты не соблюдаешь, тебе полагается за это наказание. А каким образом вдруг что-то можно сделать, чтобы искупить себя? Как мы в состоянии исправить наши прошлые ошибки? Нас точно учили к тому, что мы не в состоянии исправить наше прошлое, и мы всю жизнь себя виним за все наши ошибки, которые мы сотворили. А здесь получается совсем не так. Как Хашем сделал, он говорит, что нет. Вы можете получить к опору искупления, свои тшувы, можете полностью все исправить. Как? Как это работает? Как можно исправить то, что уже сделано и принесло ущерб тебе и другим людям? И мы знаем, как это идет потом, цепочка всяких событий, и одно зло влечет, другое за собой зло, и третье. И каким образом это возможно исправить? Откуда? Где берется эта сила? Откуда приходит это исправление? Это на самом деле? Или это просто так как бы выглядит, что типа, ну не страшно, можешь всегда что-то изменить и исправить? И Раби объясняет, каким образом это работает и что стоит за этим. Каждая еврейская нишома, каждый из нас, мы не просто так оказались в этом мире. Нас Всевышний прислал сюда. И прислал сюда нас с самого высокого места, прямо рядом с троном славы Всевышнего, где наши души у нас находились. Там на уровне тегуира, на уровне полной чистоты и святости. И спустил Всевышний нас в самый-самый низкий мир. Мир, который наполнен нечистотой, клипой, опасностью, злом, где грешники торжествуют, где много-много тысячи соблазнов, которые могут легко сбить человека с правильного пути. И послал нас в этот мир с определенной миссией. Теперь сами посудите. Если вдруг так произошло, вы понимаете, мы не оказались здесь по нашему желанию. Нас Всевышний сюда послал. И были мы в хорошем месте. И там мы себя хорошо вели. И все было хорошо. Но Всевышний сказал, что мы можем сделать здесь для него что-то. И когда мы пришли в этот мир, чтобы сделать для Всевышнего что-то, мы попали в опасность. И произошло несчастье и трагедия. Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? Всевышний же нас послал. Да? Ну, он не виноват, конечно, но... Ну, мы не виноваты. Он затейщик. Да? Если вы посылаете ребенка куда-то, в какой-то опасный район, что-то принести, да? И не дай бог что-то происходит. Кто виноват? Ребенок? Нет, мама. Правильно? Мы сойдем с ума от ужаса, зная, что это я своими руками его послала в такое опасное место, и что-то произошло, не дай бог. Кто виноват? Всевышний. Нету никакой вины и еврея, когда он грешит. Это Всевышний виноват, он послал нас в такое место, где почти невозможно не согрешить. А из-за того, что это так происходит, то Всевышний, который на самом деле наш настоящий отец и очень переживает за нами, не пошлет он нас в такое место, где мы можем погибнуть. Правильно? Точно так же, как на самом деле мама, которая очень переживает о своих детях, как бы ни было ей важно, чтобы что-то было сделано, не пошлет она своего ребенка, зная, что там будет опасность, и она не сможет никак подскраховать. Поэтому, когда Всевышний нас посылает в такое место опасное, зная, что мы здесь можем упасть, и не дай бог потерять связь с ним, что делает Хашем? Он делает так, что как бы мы с вами не падали, мы можем падать, мы можем биться, ударяться, но погибнуть мы не можем погибнуть. Потерять полностью связь со Всевышним мы не можем потерять полностью связь. Он как бы нас послал, а сам за нами идет. Нету такой возможности. И торы и заповеди, которые Хашем нам дал, именно для этой цели, в этом наша миссия в этом мире. Торы и заповеди, которые помогут нам выполнить эту миссию в этом мире, чтобы не поддаться под соблазн этого мира, чтобы действительно исправить этот мир, а не начинать наслаждаться и кайфовать этим миром, и забыть, для чего мы пришли в этот мир. В принципе, это желание Всевышнего, чтобы мы таки все кайфовали и наслаждались. Но для этого должна быть сделана работа, когда все будут наслаждаться. Пока эта работа не сделана, даже если у нас есть эти моменты наслаждения, это наслаждение приносит зло и нам, и всем остальным окружающим. Потому что это destruction. Это понимаете, это все равно, что как послали специальную службу, чтобы спасти пленных где-то в стане врага, которые находятся в большой-большой опасности. И они приехали в эту страну и вдруг увидели там такой кайф, там такое спиртное дешевое, и такие клубы шикарные. И вместо того, чтобы спасать этих людей, что они делают, они пошли отрываться в этом клубе. Вы понимаете всю ответственность этой ситуации? И это не значит, что тот, кто их послал, он не хочет, чтобы они не получали наслаждения от этого мира. И он, и они согласились, что есть важная миссия. Мы хотим спасти людей, которые сейчас погибнут и никогда в жизни своей не смогут получить наслаждение. Мы можем им помочь, и когда мы им поможем и спасем, придет время для того, чтобы оторваться на полную катушку. Всевышний именно хочет, при том, вы понимаете, Всевышний мог спасти, он не должен был нас посылать ни на какую миссию, он мог бы сразу сделать мир совершенный. И ничего исправлять не надо. Почему же он так не сделал? Только ради нас. Чтобы мы были его партнеры. Потому что, когда ты партнер со Всевышним, ты не чувствуешь все это добро, которое Всевышний в итоге уже дает нам, а в итоге будет только добро открытое, явное, видное, и он насыпет нас этим добром. Мы не будем чувствовать, что это подарок свыше, и мы вообще здесь ни при чем и ни к чему. Потому что невозможно наслаждаться бесплатным подарком. Тебе может быть очень приятно в первый день, во второй день, но если вся твоя жизнь, что ты живешь за счет подачки кого-то, нету в этом никакого наслаждения, есть только один стыд и никакого удовлетворения. А какое удовлетворение, когда ты все это богатство сам заработал, когда тебе дали шикарную должность, помощник, хозяина фирмы, и ты богач, и у тебя успех, но при этом ты не чувствуешь, что тебе кто-то дает какую-то подачку. Всевышний сделал нас своими партнерами, специально сделал несовершенный мир и сказал, ваша миссия, я посылаю вас сюда, чтобы вы исправили. Но исправляй этот мир, потому что это место очень темное и опасное, мы не один раз падаем. Всевышний сделал так, чтобы мы никогда не смогли полностью упасть, так, чтобы, не дай бог, потерять связь со Всевышним. Тор и заповеди, которые он нам дал, это только способ, чтобы увеличить нашу награду. И поэтому, говорится, Всевышний увеличил заповеди для еврейского народа, для того, чтобы увеличить их схуз. Это не выглядит так в наших глазах. Иногда нам кажется, ой, Хашем слишком много от меня хочет. Он это хочет от меня, и это хочет от меня, и это хочет от меня. И что, он не умеет никакой рахмонас на меня? Я не могу это все вынести. А дело только в том, что все это, что Всевышний нам дал, все эти заповеди, это именно из-за большого рахмонаса и любви к нам, чтобы как можно больше нас наградить. Он видит, какая большая награда, которую он может нам дать. Он говорит, ну окей, сделайте эту работу, эту работу. Тогда я больше могу вам дать. И поэтому, когда возникает такой момент, что Торы заповеди нам не помогли и не дали нам награду, а наоборот, из-за них мы упали. Почему из-за них мы упали? Если бы не было этой заповеди, то не было бы и греха. Только почему я сделал этот грех? Потому что есть заповедь. и получается, что сама Торы заповеди становится причиной нашего падения, когда мы падаем. И этого не может быть. Потому что единственная цель Всевышнего, для чего нам дал Торы заповеди, это только для нас, чтобы нас поднять, а не для того, чтобы мы упали. И поэтому, даже когда мы падаем и делаем грехи, и делаем вещи совершенно нежелательные и неподобающие, это вещь исправимая. Каким образом? В момент падения раскрывается уникальная вещь, что оказывается, у нас с вами связь со Всевышним не только через Торы заповеди. У нас связь со Всевышним сущностная связь. Нету такого преступления в мире, нету такого зла в мире, которая могла бы эту связь нарушить или причинить хотя бы какой-то ущерб. И эта сущностная связь раскрывается именно в такие моменты, когда мы служим Всевышнему, учим Тору и делаем заповеди, мы не чувствуем это в существующей связи, мы чувствуем, что наша связь со Всевышним, потому что он сказал, а я сделал. Но когда мы вдруг выстаем и перестаем делать то, что он говорит, и какой-то момент это работает, но в какой-то момент вдруг становится так плохо, что ты говоришь, я не могу больше так жить. Откуда это приходит? Если вся связь через Тору заповеди, эту связь ты порвал, больше у тебя связи нет. И откуда вот это чувство из всей глубины души, что тебе так плохо, что радости нет у тебя от всех наслаждений мира, которые ты себе позволил, которые раньше не мог позволить. А что ты никакие, нету над тобой, никакого ига над твоей головой. Делай все, что ты хочешь. И это, в принципе, девиз Америки. Don't tell me what to do, I do whatever I want. И вроде все шикарно и в шоколаде. Нет, вдруг откуда-то ни с того не возьмись такое жуткое желание, что ты не можешь дальше так жить и продолжать. Это наша суть души, говорит, которая не может выдержать это наше состояние. И когда суть души раскрывается, то мы находимся в состоянии чуа. Вот это есть чуа. Шува, неправильно перевести раскаяние, шува, процесс возвращения назад кашем. Мы понимаем, откуда мы пришли, туда мы идем назад. Это как ребенок, который вырвался из подродительского контроля и такой счастливый, что весь мир его и наконец-таки он может делать то, что он хочет, и эти предки перестанут ему капать на мозги. Только чтобы через 10 лет убедиться, как было классно, когда были его родители, и как ему хорошо было с ними, и как здорово, что у него есть еще связь с ними. А это наше... ...спуск приводит к самому большому поднятию. И в итоге мы не теряем ни тору, ни заповеди. Итак, торы и заповеди, они... Это очень важный момент. Это инструмент, который Всевышний нам дал, чтобы исправить этот мир. Но когда этот инструмент мы с вами ломаем, приходит на помощь наша сущностная связь с Хошемом. Связь, которая исходит от сути души, которую никто не может никогда испортить. И это нас спасает, и это есть шува. Когда эта связь раскрывается, то все торы и заповеди к нам возвращаются назад. Мы приобретаем новый инструмент. Лучший и более усовершенствованный. Почему? Потому что после тшувы наши заповеди, они совсем другие, чем были после тшувы. Это не то, что мы обязаны что-то делать или делаем на автомате, а мы действительно осознали или поняли, что я так хочу жить. А когда ты говоришь, что я так хочу, а я не так должен, это совсем другие заповеди. Это заповеди, которые дают много радости и наслаждения. Они вызывают стресс и напряжение. И про это как раз Рамбом говорит и обсуждает еще одно доказательство, как бесценно дорогие евреи для Всевышнего, что евреи выше Торы. Вы поняли сейчас, что евреи выше Торы? Тора была дана для евреев. И если Тора евреям не помогает, то что Всевышний делает? Он убирает Тору в сторону. Он говорит, я все равно с евреями, я все равно люблю этого еврея. Еще одно доказательство из Рамбома про это. Есть такое холоха, если ты плывешь на корабле и началась буря, и выглядит так, что корабль потонет, что делают в такой момент? Избавляются от груза. Потому что чем легче корабль, тем больше шансов ему не сломаться и выдержать эту бурю. И выбрасывают на дно моря или океана самые драгоценные вещи, потому что жизнь, она гораздо дороже, чем все эти вещи, имущества, которые на этом корабле это пример на нашу с вами жизнь. Корабль, это душа, наша нышома, которая спустилась от Всевышнего в этот мир. И бывает иногда, море всегда это опасность, море, океан это опасность. Тем не менее, большая есть разница, когда море тихое, спокойное, красивая погодка, и легкий ветерок дует, или когда начинается буря, и становится темно, сильный дождь, сильнейший ветер, волны огромнейшие, и тогда большая, большая опасность. Это разные времена в этом мире. Спокойно и тихо, это когда у нас был храм, и когда мы были на святой земле, а теперь, находясь в голосе выизгнания, особенно в последнее поколение, прямо время, перед приходом Машеха, мы находимся с вами в самом центре, самой большой бури, урагана, где ветры каждую минуту сшибают тебя, где темнота невозможная, мокро, холодно и страшно. Каждую минуту мы можем разбиться, наш корабль может разбиться. И вот в такой момент, что сделал Всевышний, он увидел, что мы не в состоянии с вами держать на себе ношу. И что это за ноша? Которая не зная. Да? И что дороже для Всевышнего? Наши заповеди или мы? Мы, конечно. И тогда Всевышний говорит, выбрасываем в море. И все, когда мы ушли в голос, все заповеди связаны, а это большинство заповедей. Вы знаете, что мы сейчас, если взять 613 заповедей, мы выполняем сейчас очень маленькую часть этих заповедей. Большинство заповедей мы в Галуте не выполняем. Это заповеди, связанные Тагара и Тума, чистота и нечистота. Очень много законов и деталей, просто можно сойти с ума. Заповеди Карбона, сжатоприношений. Многие заповеди, связанные с Эрцис Роял. Огромное количество заповедей, которые Всевышний буквально выбросил с борта корабля в океан, для того, чтобы мы смогли выжить. Потому что под этой ношей этих заповедей в эти страшные времена мы бы просто не смогли, а мы сломались бы. И это еще одно доказательство, как Всевышнему еврей ценен. Не заповеди ему важны, а сам еврей. О заповеди он только дал, чтобы нам помочь. Но если так происходит, что вдруг эта помощь, которую он нам дал, вдруг становится для нас ношей, которая нас же топит, то Всевышний готов убрать эту ношу, только чтобы спасти еврея. Но вы понимаете, что когда выбрасывают груз на дно, что хотя это груз, который в данный момент топит, но в принципе вещи ценные, особенно если там сундуки с драгоценностями, есть достоинство того, что это именно выбрасывается в море, потому что мы знаем, что в море, в океане это не пропадет. Это падает на дно. И всегда можно, в принципе, достать это с дна. То есть это не пропало. И сейчас вот многие находят сокровища, и говорится, особенно во времена Машеха, все сокровища, которые там ждут нас, будут найдены и возвращены еврейскому народу. И то же самое Тора и заповеди. Поскольку в принципе Тора и заповеди это сокровище, это не ноша. Это ноша только потому, что мы с вами находимся в такие тяжелые времена, когда такие жуткие ветры бушуют вокруг, когда темно, это ты не видишь руки Всевышнего. И поэтому ты не можешь оценить то добро, которое кроется в заповеди, как дети наши не могут оценить все наши правила, которые мы им говорим, все наши поучения, которые мы учим, всю мудрость и наш опыт, который мы можем им передать. Более того, поскольку это наши дети, то мы смотрим на них и видим, что они делают наши же ошибки, потому что у них же наш характер и наши слабости. И мы уже прошли через эти ошибки, и мы можем им помочь, как они могут легче пройти, потому что мы 10 раз бились в одну сторону, в другую, и в конце концов мы нашли правильный путь. И мы можем им сказать, скажите, это возможно и реально, поделиться опытом со своими детьми. Давайте мы это потом, это будет очень-очень отвлекать. У нас будет еще порохаший момент для Дезежда. И да, это возможно, может быть, мы говорим и рассказываем, но как они это воспринимают? Хочется самому пойти, сделать свои ошибки и научиться своему опыту. И вот так мы с вами воспринимаем заповеди, туру и заповеди, которые Всевышний нам подарил. Он нам сразу дал правильный путь, как сделать так, чтобы не попасть в беду. Туры и заповеди нас защищают. Они охраняют нас от зла этого мира. Но нам же хочется самим убедиться, что там плохо, здесь хорошо. И это наши ошибки, откуда происходят. Поэтому Всевышний, чтобы мы так сильно с вами не опадали и не бились, сделал так, что убрал половину, большую половину заповеди. Потому что в тяжелый момент для нас это ноша. Но в принципе это же драгоценность. И поскольку в принципе это драгоценность, Всевышний нам вернет все наши заповеди. И это времена Машиаха, когда все заповеди опять вернутся к нам, потому что мы будем в состоянии их выполнять с большой радостью и наслаждением. Это больше не будет для нас ноша. Это будет для нас самый большой продарок, который Всевышний может нам подарить. Это будет самый желанный способ жить на свете и получать наслаждение и радость со Всевышнего. Итак, мы убедились, что какой еврей особенный. И смотрите, что Раби нам объясняет и говорит. Это объясняет он нам сейчас, с наступлением месяца Элла, когда мы вроде с вами должны сделать хашбанцедек, отчитаться, подвести итоги, что мы нарушили, что мы сделали не так, где мы упали, и что нам Всевышний, что нам Раби объясняет в этой стихе. Он говорит нам, что не наша вина, если мы упали. Все, вы не виноваты, и не для этого вы делаете отчет, и не для этого вы делаете вывод, чтобы убедиться, какой я плохой еврей. Потому что нету такого Всевышнего понятия плохой еврей. Если мы упали, мы сказали уже, и Раби нам ясно это доказал, кто виноват в этом. Всевышний, который послал нас в это место, в котором невозможно не упасть. Единственное, что мы можем сделать, это понять, как в следующий раз мне не упасть. Вот и все. Потому что если вы знаете, есть дорога, например, которую вы знаете, вы всегда там спотыкаетесь. Ну потому что такой там путь, там что-то мешает, вы должны пройти по какой-то узкой тропинке, и там нету фонаря, и там какая-то ступенька, которая все время все падают. Так после того, как вы 10 раз упали в 11, можно пойти другим путем? Это все, что требуется от нас. От нас требуется посмотреть на этот год, вспомнить, какие мы с вами хохлуты сделали в прошлом году, и не сказать себе, о, блин, я только сейчас вспомнила, какую я хохлуту сделала в прошлом году. Я целый год ее не делала. Какой смысл мне сейчас брать еще какую-то хохлуту? Или брать ту же самую? Доказательство? Я не могу это сделать. Не, не так мы делаем отчет. А какой мы делаем отчет? О, я взяла хохлуту, как интересно. Но мне у нее удалось ее сделать. Почему? Что было на моем пути? Может быть, я неправильную сделала хохлуту? Может быть, мне ее надо разбить на 10 частей? И взять первую часть, и пока я не добьюсь результата, я потом пойду дальше, да? Может быть, я не придумала способ, каким образом не обойти препятствия. Вот это отчет, который мы должны сделать. Да? Подумать, что не получилось в прошлом году, как по-другому мы можем сделать это в этом году. И сделать план для себя, конкретный план, как если это хохлуту, которую я не выполнила с прошлого года. Давайте попробуем сделать ее по-другому в этом году и придумать что-то другое. Или уменьшить ее, может быть, в 10 раз иногда, чтобы на практике выполнить эту хохлуту. И дальше Робик говорит и объясняет, что вместе с целым это не только мы должны позаботиться о себе. Мы же знаем, еврейский народ связан друг с другом. И опять же, доказательство этого про вот эту историю, про то, что если нашли труп в поле, типа, странный такой закон, нет. А почему город, который ближе всего лежит к этому трупу, почему он ответственный вдруг за это преступление? Они не делали никакого преступления. Почему ответственность лежит на них? А знаете почему? Потому что мы все с вами связаны друг с другом. Это одна нашома. Еврейский народ это одна нашома. Мы все очень сильно связаны. И когда одному еврею плохо, то нам всем плохо. Мы ответственны друг за друга. И потому что мы ответственны друг за друга, мы не можем просто так как в Эллу продумать свой год и подготовиться хорошо к следующему. Нам надо подумать, как мы тоже повлияли, помогли другим евреям в этом году, и как мы можем сделать это еще лучше. На более усовершенствованном уровне Galaxy номер, там, не знаю, iPhone номер, какой сейчас последний, 13 или 15, и сделать Ахавас устроил на уровне iPhone 15. На самом высшем уровне. А гораздо лучше, чем это было у меня до сих пор. И Рэби дальше говорит, что заслуга того, что мы сейчас, прямо в самом начале месяца Эллыла уже смогли взять на себя такие хорошие решения, мы удостоимся, наконец-таки, выполнения обещаний, которые сама Тора нам дала, что и верну я ваших судей. Все праведники, все пророки, наконец-таки вернутся к еврейскому народу. У нас будет Эра Цесрол, Святая Земля, где в каждом городе будет Шифет, где в каждом городе будет праведник, к которому можно будет легко, доступно обратиться, и он будет помогать нам. Где будет главный Ярушелаем, и в ворот Ярушелаема будет Санхедрин, и Бейздин, и все самые большие праведники, и наши отцы, с которыми мы встретимся, и все-все великие еврейского народа, с которыми мы можем лично поговорить. Все эти времена наступят заслугу того, что сейчас мы с вами примем хорошее решение по поводу следующего года. И самое главное, вы знаете, какое главное условие хорошего решения, чтобы оно действительно произошло на деле? Как только вы приняли решение, его нужно сразу начать выполнять. Потому что есть у нас с вами такая тенденция, у кого-то больше, у кого-то меньше, у меня, например, очень сильно, а мы забываем. И мы можем очень быть вдохновлены, и мы взяли что-то на себя, мы пришли домой, и мы вообще забыли, о чем шла речь. Я, например, когда готовлюсь к следующему фарбринге, я в газету, например, пишу, мне надо написать, что было в прошлом году, в прошлом году, в прошлом месяце. Мне надо вспомнить, кто получил подарки, брохошам помогает фотографии, кто, что мы говорили, чтобы написать, о чем была речь, а что там, всякие детали, которые нужно вспомнить, вообще что было. Я смотрю на все это как в первый раз. Вы не представляете. Смотрю на фотографии, думаю, о, как интересно. Пытаюсь найти стиху, которую я говорила. Иногда берет очень много времени. Думаю, о, вау, такая интересная стиха была. Вообще полностью все смыто, совершенно, да? А тем более здесь мы хотим с вами что-то взять и на целый год. Конечно, это все забывается. Но когда мы начинаем выполнять, на действии, когда мы на деле спустили это вниз, это не забудется. Потому что такое не забывается. Так тяжело нам что-то сделать, что если мы доделаем, это не уходит от нас. Поэтому, особенно Рэби, говорят сейчас в наше время, что в наше время мы имеем уже пророчество, свидетельство Фриды Керэби, что мы закончили работу. Еврейский народ, это официально, закончил свою работу в этом мире. Это значит, что народы мира, они уже исправлены, они готовы к освобождению. И все эти войны, которые сейчас идут, это последняя война. Это война между добром и злом. Знаете, в чем разница этой войны от всех предыдущих? В предыдущих даже не было такой возможности у добра бороться. И добро не хотело бороться. Оно было в меньшинстве, и не боролось. Все войны были. Это один был более злой, чем другой. Один был более жестокий, чем другой. Один был сильнее другого. А сейчас, первый раз, за всю человеческую историю, когда люди, не евреи, борются за справедливость и за добро. И это уникальное совершенно вещь. А знаете, почему? Потому что мир уже исправлен. Да, вы скажете, есть еще много зла, есть много плохих людей. Не это проблема. Проблема, когда добро не хочет сражаться. Если добро сражается, и оно в большинстве, ситуация будет исправлена. Это возьмет время, но это уже большой прогресс. И это наше с вами достижение. Это еврейский народ, работа еврейского народа на протяжении всех этих тысяч лет в изгнании, в темноте. Работа закончена. Все. Раз работа закончена, и все сроки прошли, мы буквально с вами стоим прямо перед началом совершенно новой эры. Эра освобождения. И поэтому в такой момент любое наше решение, самое маленькое, и опять Рэби не требует никакого грандиозного решения. Иногда самая маленькая вещь больше всего цена Всевышнему. Самое маленькое наше движение в правильном направлении перевесит полностью чашу весов, и наступит уже наконец-таки настоящее полное освобождение. И поэтому в духе нашего всегда Эллы Луского форбрингена я распечатала наши любимые хохлоты. Это список, это просто предложение. Это для того, чтобы помочь вам вспомнить, а вдруг что-то такое, что вы давно хотели взять на себя и не взяли. А вы сто процентов, это как помощь. Вы сто процентов, сто процентов можете взять что-то другое вообще, что не в этом списке. А то, над чем вы работаете, это совершенно не важно что. Это для вас, это никому не нужно показывать, это никому возвращать не нужно. Это просто для вас. Написать внизу, там есть, строчки пустые, где вы можете написать номер хохлоты или свою личную хохлоту, которую вы берете. И для того, чтобы вас немножечко больше вдохновить, мы специально приготовили для вас отдельный приз. Итак, сегодня у нас будет два приза. Один приз просто, как всегда, на форбрингене. а второй приз только для тех, кто берет на себя хохлоту, для того, чтобы улучшить этот год и настроить себя на хороший следующий год. Хорошие записи и подписи на хороший сладкий год.